Всем привет! Давайте мы сегодня с вами поговорим снова о сувенирах из поездок, которые вы можете привезти. Эти сувениры могут быть связаны с тем местом, с которым вы отдыхаете, с историей его, с географическим положением, а могут иметь такой интернациональный характер, и вы из них, и вы подобные сувениры, точнее сказать, можете встретить в любом ином месте, где будете находиться и отдыхать. Ну, например, город Сент-Эндре, Венгрия, вот там был приобретен такой небольшой сувенир, называется «Счастье». Здесь изображен, вы видите, ребенок, как в люльке спящей, в таких кружевах, у него закрытые глаза, с этой стороны мы видим, как грецкий орех. Грецкий орех, он символизирует в данном случае богатство, а ребенок продолжение рода. Вот такой небольшой сувенир, его можно повесить с помощью вот этих золотистых тесемок, его лучше, конечно, дарить кому-то, потому что он считается, что если вы его подарили, или вам его подарили, тогда к вам подобное счастье и придет. Другой сувенир вы можете приобрести в Польше. Эта страна является верующей, католицизм, сильно верующий, на мой взгляд, и в ней имеются подобные сувениры на религиозную тематику. Как вы видите, здесь изображено два ребенка, два ангела. Давайте мы с вами посмотрим, вот они. Здесь мы можем увидеть наименование цены, серебро 925-я проба, ну и другие надписи на польском языке. Сама окантовка ее вот деревянная, а с обратной стороны серебро. Что еще можно показать? Вот такая вещичка, купленная рамка Figueres, город в Испании, в Каталонии. В нем находится в этом городе музей Сальвадора Дали, так что вы можете приобрести. Здесь изображен фасад самого дома, естественно, вот этого человека сверху нету на трубе. А так, в принципе, с помощью вот такого изображения достаточно передано весь этот фасад дома. На нем сверху такие же яйца в действительности, он такой коричневый, с такими желтыми вкраплениями, как здесь. Что еще можно привести? Вот, например, также данный гусь. Данный гусь, это связан с одной темой, а темой фуагра или фуагра, жирная печень с французского. Я его приобрел в одном из населенных пунктов Франции. Ну, во Франции она считается родиной фуагра, но это не совсем правильно. Само процесса кормления гусей, перекармливания их, с целью излечения у них жирной печени. Сам процесс изготовления вот этой жирной печени, перекармливания гусей, это еще было... Французы переняли, насколько я помню, у римлян, римляны у евреев, евреи около... Евреи у египтян. А вообще эта тема возникла 4000 лет тому назад, когда египтяны заметили, что гуси, которые останавливаются в районе реки Нил или куда-то дальше летят по своим делам, они едят инжир, дикие гуси, и их печеночка вкуснее. И вот начался процесс... Вот заметили, что печень диких гусей, которая кормится инжиром, она становится вкуснее. Почему считается Франция родина? Потому что в 17-18 веках прошлого тысячелетия там было подробно описано, рецепты изготовления. Хотя это все известно еще с 4 века нашей эры, но рецептов, вот изготовление паштета из печени, откормленного гуся, тогда не было подробно расписано, только появилось в кулинарных книгах Франции 17-18 века. Ну, сейчас гусей кормят, конечно, не инжиром, кормят различными смесями. Некоторые считают, что защитники животных – это бесчеловечное обращение с ними. Хотя я вроде писал, что, читал точнее, гуси, которых таким образом откармливают, они очень счастливы, потому что они не против такой кормежки в принципе. Почему не против? Не кормят других птиц ни кур, а именно вот гусей. Не цыплят так, не кормят, я не знаю, ни свиней. Почему? Потому что у данных птиц подобный способ увеличения печени в объемах, он предусмотрен самой природой, так как многие дикие животные, дикие гуси перед долгими перелетами, путешествиями, куда они летят по своим делам, они ели, откармливая себе печень и делали определенные запасы. Поэтому, в принципе, это предусмотрено самой природой. Но некоторые защитники животных против этого протестуют, бесчеловечное обращение. Также, например, можно приобрести вот такой в Иворе, в Португалии, Муноэ был приобретен. Небольшая такая шкатулка из пробкового дерева. Изделия из пробкового дерева, или из пробки, точнее, буду сказать, очень распространены в Португалии. Делают самые различные вещи, в том числе такие шкатулки, закладки для книг, открывашки, пробки для бутылок. Я видел шляпы, сумки, все, что возможно сделать из пробки, они делают. Ивора изображен древнеримский античный храм Дианы. То есть, это не просто рисунок выдуман, а действительно, вот здесь можно встать, здесь есть кафе, сфотографируются у меня. Есть парочка фотографий, все эти здания имеют место быть в действительности, это не история. Вообще, мне Португалия нравится как страна. Про город Ивора могу сказать, что там 42 тысячи жителей в муниципалитете, там чуть менее 52 тысячи жителей. 120 километров от Лиссабона, если не ошибаюсь. Расстояния небольшие, потому что Португалия страна маленькая. Сейчас я принесу еще один сувенир. Уже бегу, бегу, бегу. Этот сувенир был приобретен в Испании, в небольшом населенном пункте. Вы видите ракушку, вот с такой веревкой. Эту ракушку можно повесить на шее в том числе. Вообще, с ракушками связана определенная история, в том числе не с этой ракушкой, а со всеми. Изображение ракушек вы можете увидеть в средневековых храмах, раннего средневековья, готических. Ракушка имеет и христианский определенный смысл. В данном случае эта ракушка связана с так называемым путем святого Якова или Иакова, который оканчивается в испанском городе Сантьяго де Компостело, в котором я также был. Так вот, эта ракушка связана с тем, что в определенных источниках я читал, крестоносцы во время борьбы за святую землю, они отправлялись в крестовые походы и привозили оттуда в том числе вот такие ракушки. Потом святые земли были утеряны и стал вопрос, что нужно, ну не вопрос обсуждали на каких-то совещаниях, а новые пути, новые святые тропы. И вот появился тропа до Сантьяго де Компостело и многие пилигримы, которые шли данной тропой впоследствии, они якобы переняли в том числе и у крестоносцев. Вот такой отличительный знак, что они были как крестоносцы в определенном походе, они прошли по святым местам и эту ракушку они вешали на шею. Ну и конечно есть другие смыслы о том, что ракушка это являлось определенным знаком для посвященных людей, так как в эпоху инквизиции сама метода тайных символов, тайных знаков, принадлежность к каких-то орденам или ордену была распространена. Поэтому ракушка изображена во многих храмах, на некоторых фасадах домов, в каких-то сказаниях и так далее и тому подобное. Но в данном случае ракушка в современном аспекте, она символизирует то, что вы были на пути святого Якова. И кто по пути святого Якова был, либо прошел его полностью, тот может приобрести такую ракушку. Это связано с тем, что он как бы пилигрим в том числе и находился на пути святого Якова. Так что вот, друзья мои, есть, кстати, гребешок святого Якова, я так понимаю, это моллюск. То есть, в действительности, такое создание, только здесь еще такая же штуковина, только внизу этот моллюск так плавает. Его, этот моллюск называют гребешок святого Якова. Действительно, есть такой подвид, вот такого морского создания. Ну, я в данном случае говорю именно как о сувенире, который можно повесить на шею себе. Не знаю, куда-нибудь еще. Вот, если вы идете, воды попить с него можно. Многие также, кто по пути святого Якова шел, а там жаркие места есть, то можно вот так, в средние века они пили, набирали воду и выталяли свою жажду. Кстати, в Сантьяго де Компостелло я видел многих, ну, молодых людей, послушников там какие-то, видимо, шли у них, у некоторых на шеях вот такие медальоны висели. Всем привет!